Вот вы знаете, раньше, хотя бы в период избирательной кампании, чиновники наши начинали шевелиться, делать вид, что помнят о своем народе и даже какую-то косточку этому народу подкидывали. Сегодня людям стало пофиг на политику, это видно по всем выборам, которые в последнее время мы пережили. Политики посмотрели, подумали, им тоже стало пофиг на людей, а че напрягаться-то? Ладно, это специальный проект реальной журналистики Вести без Дмитрия Киселева. Как обычно, подводим итоги ушедшего месяца с небольшим опозданием, но горячее срым не бывает. Сегодня поминаем октябрь 2017, много чего замечательного он нам подарил. Топ-7 самых абсурдных событий из российских регионов, об этом и не расскажут на центральных каналах. Поехали! Для начала приглашаю вас в город Курган, это Зауралия. Когда мне прислали данное кино, меня не просто гордость обуяла, меня чуть не разорвало от ощущения величия. Ну а теперь, собственно, о чем речь? А речь о наших соотечественниках, которые после развала СССР вдруг оказались жителями других государств, впрочем, как жителями, скорее людьми, застрявшими между небом и землей. Поскольку в странах бывшего Союза этим людям, как правило, рады не особо и непрозрачно намекают, то уезжали бы вы на историческую родину. Нам тут своей голи хватает, не досуг еще о вас заботиться. Но и родина не спешила раскрыть свои объятия пошире, чтобы принять блудных сынов. Хотя говорили об этом много, часто, и вот, наконец, свершилось. Возвращайтесь, сказал Россия своим гражданам. Ну а о том, как с хлебом, солью людей встречали дома, расскажут мои курганские коллеги. Седьмое место нашего парада абсурда. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомним, соотечественникам, которые после распада Советского Союза оказались за пределами России, но желают вернуться на свою, либо исконную родину своих предков, будет оказана поддержка. В Федерации принята государственная программа, которую в 2012 году Путин сделал бессрочной. Для данных переселенцев предусмотрены ряд гарантий и льгот. В частности, оплачиваемая стоимость проезда на постоянное место жительства, компенсация за уплату государственной пошлины, выплата единовременного пособия на благоустройство, они же подъемные. 60 тысяч рублей участнику программы и по 20 тысяч членам семьи. Ну если честно, то поделив выделенный в этом году кургану миллион на 45 ожидаемых переселенцев, по 60 тысяч на руки-то ну никак не получается. Вот как я только не крутил этот калькулятор, пытался его разговорами отвлекать. Рассказами о погоде и красивых женщинах он мне за разом максимум 22 тысячи на лицо выдает и все. Но дело даже не в этом. А что может себе позволить переселенец на такие деньжища? Человек, который переезжает на ПМЖ из одной страны в другую и за плечами у него лишь узелок. Ну, квартиру снимет в том кургане на месяц, а дальше что? Причем давайте честно, он ведь не виноват в том, что однажды оказался за бортом, его как-то забыли предупредить. А сейчас его встречают двадцатка и ни в чем себе не отказывай. Зато странам 125 мира мы миллиардные долги прощаем. В Ижевск, чего это ни разу не заглядывали, а там, оказывается, тоже интересно. И так и есть в этом городе улица Союзная, Пятачок, где стоят сразу шесть многоквартирных жилых домов. И вот много лет назад жильцы этих домов договорились меж собой о том, чтобы часть придоборовой территории служила местным в качестве стоянки для автомобилей. Ну, а куда машины-то ставить? Власти возражать не стали, но поставили условия ребята сами. Ребята расчистили территорию, заасфальтировали ее, огородили, озеленили электричество, провели все своими силами за свой счет. И, в общем, жили не тужили, а в середине октября текущего года узнали, что стоянка-то стала частной. Городские власти продали ее каким-то коммерсантам. Коммерсанты воткнули шлагбаум и собирают сейчас с людей деньги. Ай, молодцы, ай, сообразительные, какие шестое место нашего парада абсурда. И вот так получается, что мы 30 лет жили, пришла новая власть и сказали, до свидания, ребята, платите деньги. На все готовое, конечно, это очень хорошо. Наши ребята ходили, но нам не дали их оформить. Сказали, по Сан-Пину 15 метров. Мы все понимаем, мы согласны сделать эти 15 метров и платить налоги, мы согласны. Но почему-то нам не дали эту стоянку, а кому-то это продали. По закону распоряжаться этой землей, то есть продавать или сдавать в аренду, может только ее владелец. В данном случае город. Собственники многоквартирного дома, они на эту землю, если они никаких прав не оформили, то есть не заявились с межеванием этого земельного участка, чтобы своей площадью сделать, свою собственность оформить. Если этих никаких процессов не было, то тогда право продажа за собственником остается. Обожаю наших лживых чинушток, они же эту стоянку не оформили никак. Кто ж теперь виноват? Обратите внимание, чиновники в нашей стране всегда становятся заложниками обстоятельств, а вам в голову не приходило выехать на место, поговорить с людьми, предложить сперва им выкупить или арендовать ту землю. А с другой стороны, что это за стратегически важная такая сделка для города? Я понимаю, если бы на этом месте больницу или там детский сад собрались построить, да хоть приют для собак. А так коммерческая стоянка, да еще на месте уже существующей. Браво расторопности и сообразительности слуг народа. Пятое место дальше. Следующая остановка Улан-Удэ. Наши постоянные участники топа. Не потому, что в Бурятии все настолько плохо, хотя и поэтому тоже. Но там, видимо, еще и гораздо более неравнодушные граждане живут, нежели в других регионах. Мне вот постоянно жалуются. Ну и журналисты чуть въедливее. Спасибо им за это. Итак, на этот раз прославилось общежитие местного стекольного завода, где с людей взимают плату в прямом смысле за воздух. Половина жильцов общежития уже в долгах, как в шелках, но не хотят люди за тот воздух платить. Впрочем, чинуша-то не останавливает. Бабки с народа все равно выбивают. Суды на помощь приходят. Сложнее всех приходится пенсионерам. Если с молодых еще не очень-то и получишь. Даже по суду у этих просто счета на пенсионных карточках арестовывают. О чем я? А сейчас узнаете. В общежитии на стеклозаводе из 140 квартир как минимум 60 отрезано от отопления. Естественно, это было сделано из-за долгов. Однако даже после того, как жильцы их погасили и перестали пользоваться услугами теплоэнергетиков, счета все равно начисляют. У Тамары Алексеевой накопилось 35 тысяч рублей. Мы за холодный воздух должны платить, что ли? Мы же обогреваемся обогревателем. Мы за свет платим, а за отопление-то отопления так такового нет. Мы будем оплачивать, если вода не установит тепло. А если его нет, то я не буду оплачивать. С неработающей молодой матери взыскать деньги не могут. Зато с карты ее соседки, пенсионерки Татьяны Николаевны, приставы сняли почти всю пенсию. По ее подсчетам, за год начислена плата в размере 40 тысяч рублей. Когда судебное решение пришло, я еще поехала разбираться, как и что. А потом резко сняли у меня с карты пенсию в оплату за несуществующее отопление. А теперь, ребят, самое забавное о том, что отопления у людей нет. Энергетики и власти прекрасно знают, это не чья-то ошибка. А похвастаться, какое объяснение там придумали для этих бедолаг. Ну, стены же у вас есть, они вас греют. Поэтому должны. Кстати, вот этот вот момент вам обязательно нужно увидеть, услышать и прочувствовать. В постановлении правительства Российской Федерации номер 354 предусмотрится обязанность граждан оплачивать услуги вне зависимости от наличия или отсутствия в жилых помещениях радиаторов отопления. Вот так вот. Кстати, предлагаю нашему правительству еще несколько аналогичных постановлений вынести. Например, платить в магазине просто за то, что ты туда зашел. Еще можно взимать плату, скажем, за любое обращение к чиновнику или сотруднику полиции. За каждый показ губернатора или мэра по телевизору. А тут что на них бесплатно смотрят? Короче, там, если подойти творчески... Ладно, дальше. Тема дураков и дорог неотъемлемая часть моих выпусков. Сразу скажу, дорог у нас меньше, но сегодня речь пойдет не о них, а как раз о беде, которых победить нельзя. В принципе, ее ведь ищебнем не засыпать, и нанесением разметки не спасти. Дураки и пофигисты, особенно во власти, это, на мой взгляд, самое страшное зло, которое постоянно преследует Россию-матушку. Вернемся к нашим баранам, точнее, к конкретному случаю, город Киров. История, которую хочу рассказать, вряд ли кого удивит, но у меня такие вещи все равно каждый раз вызывают и мерзение. И главным образом потому, что по башке в этих ситуациях прилетают простым людям. А еще потряснее, что ни с одного должностного лица никогда за тем заголовотяпство не спрашивают. 40 семей в Кирове рискуют в бомжей превратиться. Подробности дальше. Небольшие комнаты студии в новом доме пришлись новым владельцам по душе. Люди здесь простые, говорит Светлана, денег ни у кого много нет. Своё жилье в 2013-м она купила чуть больше, чем за 700 тысяч. Студия обыкновенная, да, студия, у нас всегда есть горячая вода, круглый год никогда. Да, она в принципе не отключается. Так бы жили и жили, говорит Светлана, если бы не пренеприятное известие. Это незаконная постройка. После новоселья за приятными хлопотами, говорит Светлана, такие новости воспринимались как-то нереально. Да и застройщик успокаивал, мол, всё утрясёт. И именно кировские власти собираются сносить новый многоквартирный дом, который, как выяснилось, вдруг был построен незаконно. Причём выяснилось это действительно вдруг вот так вот нежданно, негаданно. В интернете уже как бы некие документы, приглашающие купить квартиры в этом доме. Вот, поэтому, конечно, прежде всего обращение граждан, кто купит, знаете, заявление, что направлено письмо уже собственнику земельного участка, что если при вводе эксплуатации будет выявлено, что там на квартирный дом, объект эксплуатации введён не будет. Вот эта съёмка, которую вы только что видели, и где местные власти дюжеса крушаются, сделана пять лет назад, в 2012 году. Тогда вся эта стройка только затевалась и находилась на стадии фундамента, и нет, чтобы сразу наложить вето, запретив то строительство, конкретно запретив, пока никто не пострадал, нет. Чинуши выждали несколько лет, дом построили, заселили, люди в нём уже живут больше года, и эти, надо же, спохватились, всё сносим незаконно, потому что у меня вопрос. Вообще, чё там делали все эти пять лет, за что зарплату получали, чего ждали-то финального аккорда, хотя могу предположить, чего, видимо, застройщик ручку позолотить обещал, но не позолотил и... Впереди тройка лидеров. Не менее идиотская ситуация наблюдается в Томской области, и она тоже касается жилья простых смертных. Без чинуш, разумеется, не обошлось, рассказываю. Есть там, неподалёку от областного центра деревни Корнилова, лет 50, как она там есть, и жили в ней всё это время какие-то люди, вели хозяйство, строили планы на будущее, а недавно узнали, что все эти 50 лет они жили неправильно, не на своих участках. Слуги народа из госкадастра приехали, перемерили деревню и пришли к выводу, что каждый дом в этом населённом пункте построен с небольшим отклонением от границ, утверждённых на бумажке помежеваний, что вы думаете было дальше? А теперь люди должны переносить свои дома, бани, огороды, чтобы, в общем, в ту бумажку вписаться. Я не знаю, что в этом случае делать, смеяться, плакать, но такого дурдома я вообще ещё не встречал. Вот отсюда, по ГКН, это будет всё не моё, это будет соседке принадлежать. Аббревиатура ГКН – государственный кадастр недвижимости – в кругу жителей окраины села Корнилова расшифровывать не надо. Здесь она звучит не реже, чем слово «здравствуйте». За последний год пенсионерам вынуждено пришлось углубиться в терминологию землеустройства. На бытовом уровне объяснить, почему спустя десятки лет им нужно подвинуться со своего участка словарного запаса не хватает. Инженеры приезжают, смотрят, значит, мой участок, документы, всё в порядке. Но по факту сделать не могут, потому что по ГКН границы моей соседки заканчиваются вот здесь. И я должна двигаться на соседку. А у них тоже участок неоформленный. Проблемой несостыковка факта с документом стала лишь в прошлом году. Её источником люди считают новую собственницу одного из участков. Все волнения начались с этого участка. По факту его территория начинается отсюда. Но по кадастру его границы начинаются от этого столба. Нынешняя собственница решила сделать всё как положено и законно свой участок перенесла вперёд. Таким образом, её земля наложилась на территорию соседа. Вот и получается, все участки нужно перенести на 5 метров вперёд. Таким образом, этому дому свою веранду придётся подарить соседу слева. Но не беда, ведь при таком раскладе в его собственность попадёт веранда соседа справа. И так до конца улицы. Я правда не знаю, как это комментировать. Это дурной сон такой какой-то. Только у нас в стране бумажка может быть важнее людей. Но разумеется, бумажку-то переделать, это ж каторжный труд. Намного легче. Пару сотен домов взять, передвинуть и вся недолга. Продолжаем. А вот эту историю мне прислали зрители из Магадана, которые в конце октября поехали в гости к родственникам на юга, и поездка-то для них стала золотой. Нет, они там не загуляли, просто стали заложниками ситуации, которую в бандитских кругах ещё называют «рубь за вход и два за выход». Если детально, то вы, наверное, помните громкий скандал с авиакомпанией «Вимавиа», который случился минувшей осенью, она обанкротилась. И получилось, что в Магадан теперь летает только один перевозчик – «Аэрофлот». А дальше всё как в России. Оставшись без конкурента, в аэропорту, а в «Аэрофлоте» почесали репу, а потом взяли, да и взвинтили цены с 1 ноября на, внимание, 260 процентов, никого при этом не предупредив. И вот собрались люди лететь обратно, зрители мои, то есть и были приятно удивлены. Туда они прилетели за 20 тысяч, а обратные билеты от 70 не нравятся, иди пешком. Кстати, не только мои зрители под эту раздачу попали. Сейчас на Холоме заканчивается сезон промывки россыпного золота. Артели массово увозят рабочих вахтовиков, самолёты заполнены даже с такой высокой ценой на авиабилеты. В убытке остаются работники, приехавшие в регион заработать тяжёлым трудом на золотодобывающем предприятии. Это очень серьёзно, потому что человек приезжает поработать на 6 месяцев, заработать, и практически, практически почти, будем так говорить, одну треть оставить здесь за билеты. Если в оба конца взять, туда-сюда, вот, пожалуйста, 100 с лишним тысяч, а то были билеты по 70 тысяч, это 140 тысяч. А вот вам и то место, где собака зарыта. У старателей же сезон заканчивается, чё бы их не ободрать. Тем более, пока там эту волну поднимут, пока до фас вся эта история дойдёт, пока они там задами своими пошевелят. В общем, как в той шутке про гаишников, палка крутится, лавэха мутится. Ну и лидер нашего топа в этом месяце – это не история, это конкретный человек, ещё более конкретно чиновник, даже чиновница, я бы её назвал Миссис Молодец2017, потому что по глупости и пошлости эту нашу соотечественницу уже вряд ли кто переплюнет. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова встречайте. Эта дама в порыве прогнуться перед начальниками из Кремля такое учудило... Короче, в преддверии президентской кампании 2018 тётя Света развернула у себя в регионе нещадную борьбу с инакомыслящими и доборолась знаете до чего? С детьми начала воевать, а именно издала распоряжение, согласно которому все малолетки, кто будет замечен на акциях протеста несистемной оппозиции, должны быть сфотографированы, а фотографии те размещены в интернете, на сайтах, куда фейсы врагов народа обычно вывешивают. Ничего не напоминает? Знаете, я тут фильм на медне смотрел про войну. Так вот там фашисты партизан вешали, а наше и табличка такая. Ладно. Ну а вот, собственно, вот эта вот тётя Света, что она из себя представляет. Ну а что комментировать здесь? Считаю, что трусы и мрази. Трусы и мрази. Нет, это не о том случае, о котором я вам только что рассказал. Так госпожа Орлова ответила на вопрос о своём ребёнке, когда журналисты и блогеры вытащили наружу грязное бельё её мальчика. А вот чужих детей, видимо, можно с любыми фекалиями замешивать. Всё, дальше даже продолжать не хочу. Знаете, пока писал сценарий к этой программе, вдруг вспомнилось, с чего начинается заводка во всех русских сказках. Налево пойдёшь, коня потеряешь. Направо голову сложишь, прямо пойдёшь, в болоте утонешь. Слушайте, у нас чё, всю жизнь так было? То есть выхода нет, в принципе. Это удручает. Ладно. А это был специальный проект реальной журналистики Вести без Дмитрия Киселёва. Сегодня вот так. На моей страничке в Ютубе ссылка на неё сверху. Вы найдёте больше гимнастики для ума. Заходите, подписаться на канал не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, в друзья добавляйте с темы, предлагайте, под ними мы обсудим. Жду, а я за сим. Спешу откланяться. Всё, пока. Пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова